Как получать заявки фитнес-клубу через сайт? Для начала давайте определимся, что же такое литформа. Литформа — это специальная область на сайте, в которую пользователь вводит информацию о себе. Чаще всего это телефон, имейл и имя. Литформа используется для сбора контактной информации потенциальных клиентов. Выгода от использования CRM с литформами на сайте. Мгновенное взаимодействие. Посетители сайта или лендинга могут оставить свои контактные данные, чтобы получить дополнительную информацию или доступ к ресурсам. CRM-система может автоматически генерировать заявку в программе 1С. Это устраняет необходимость ручного ввода данных и предотвращает возможные ошибки. Выгоды от использования CRM с литформами на сайте. Сокращение времени ответа на заявку. Автоматическая передача данных в CRM обеспечивает оперативное обращение к новым лидам. Это особенно важно, когда клиент ожидает быстрого ответа или доступа к информации. Также это, конечно же, удобство обработки. Интеграция литформ с CRM-системой позволяет централизованно хранить заявки, эффективно контролировать их статус и минимизировать риск оставления необработанных запросов, обеспечивая более продуктивный процесс работы с клиентами. Какие же бывают типы литформ? Первое – это литформа сайта, это форма заявки на сайте. Второе – это различные сервисы – квизы, колесо фортуны, поп-апы. Третье – это мультикнопка, это форма обратного звонка либо кнопка перехода в мессенджер. Основные требования к литформам на сайте. На многостраничном сайте литформы должны быть на каждой странице. Литформы должны присутствовать на страницах с тренерами, абонементами, с отзывами и с описанием направлений фитнеса. Также важно обратить внимание на регулярность размещения литформ на сайте. Литформа должна быть на главном баннере при входе на сайт, через два блока ниже и обязательно в подвале сайта. Также основным требованием к литформам на сайте является привлекающий оффер. Это может быть оставь заявку на бесплатный гостевой визит, оставь заявку и получи скидку 20% на годовой абонемент, оставь заявку и получи месяц фитнеса в подарок. Важно, цепляющий оффер должен быть ограничен по срокам или количеству. Какие бывают сервисы по сбору людов? Первое – это квиз. Пользователь отвечает на вопросы и получает индивидуальное предложение или попадает на форму для заполнения контактных данных. Здесь я показываю вам пример квиза, который вы можете использовать. Автоматизация создания и обработки таких обращений через квиз. Обращения из квиза выгружаются в один из фитнес. В заявке прикрепляется сразу же имя и телефон. Также канал привлечения и заполняется комментарий с ответами на вопросы квиза от клиента. Еще один сервис по сбору людов – это колесо фортуны. Что можно размещать? Скидки на абонементы, подарки, например, недели бесплатного фитнеса, бесплатное фитнес-тестирование, персональная тренировка. Шанс, то есть процент выпадения каждого подарка, можно регулировать через настройки сервиса. Интеграция с 1С фитнес позволяет получать номера клиентов, которые покрутили колесо на сайте. Не нужно будет залезать в кабинет сервиса, все отображается в CRM. Еще один сервис по сбору людов – это так называемые поп-апы, всплывающее окно, которое раскрывается на весь экран или в определенной части экрана. Ну, здесь также не забываем, конечно же, про цепляющий оффер. Еще одна возможная лид-форма – это мультикнопка, то есть кнопка перехода в мессенджер. Главное преимущество – возможность клиента выбрать удобный способ связи с вами. Посетители вашего сайта, которые предпочитают общение через переписку, могут и не оставить заявку, а сразу начать диалог через мессенджер. Можно сразу же начать диалог с клиентом прямо из программы после его обращения.